Всем привет! Берем ноль от предыдущей метки и выводим растворный маяк по всей длине комнаты. От растворного маяка, в моем случае это белый клей, вложим провило и все последующие маяки устанавливаем с помощью лазерного построителя. Полы оказались очень кирвыми и нам предстоит их выровнять в общий уровень. Для начала разведем усиленный плиточный клей с высокой адегезией и втираем его в полы гребенкой 6 мм, предварительно прогрунтовав полы. Так как полы теплые и в рабочем состоянии, этот способ нанесения самый эффективный. Полы прогреваются до плюс 30 мм. Температура стоит на минимум. Сама стяжка изготовлена из клея и ЦПС. Разбавлена 50 на 50 мм. Делим все поровну. А втирание гребенкой чистым клеем. Такой способ дает 100% гарантию, что не отойдет от основы. Маяки убираем. И немного зачищаем в тех местах. Если маяк не убирать, то усевшийся раствор будет ниже маяка, но в одной плоскости. И чтоб не тянуть повторный слой, мы убираем маяки. И тогда все становится на свои места. Грунтуем. И штукатурим в местах, где были маяки. Теперь берем предыдущий ноль. И делаем растворные маяки. Но уже в другой комнате. И также переходим на металлический маяк. Это коридор. И все приходящие к нему комнаты должны быть в один уровень. Здесь мы тоже применяем тот же процесс, что и в первой комнате. Все повторяем, так как здесь тоже теплый пол. В рабочем состоянии. Так же убираем маяки. Зачищаем. Потом грунтуем. И штукатурим их в местах, где были маяки. В этой комнате будет ковер. Из мозаики. И нам придется выровнять поверхность, как стекло. Протянем повторно по ходу маяков клеем. Зачистим. Погрунтуем. И протянем белым клеем, но уже в противоположную сторону. еще раз зачистим. Еще раз зачистим. Прогрунтуем. И вот результат налицо. После подготовки пола приступаем к разметке. Отбиваем отбивочным шнуром в середину комнаты. Затем размещаем элементы декора на пол без клея. Зазоры нашей мозаики должны совпасть с нашими метками. Так как зазор у набранной плитки 1,5 мм, то и сборку производим тоже в 1,5 мм. Проверяем еще раз, все должно быть строго по линии. Продолжаем собирать элементы ковра. После точной разметки убираем всю плитку. Вначале укладем место где будет ковер, обводим карандашом, чтобы не наносить лишнего клея. Приступаем к укладке элементов ковра. КОНЕЦ КОНЕЦ Проверяем, насколько совпали наши метки. КОНЕЦ Все вроде точно. КОНЕЦ КОНЕЦ Укладываем также на белый клей, гребенкой 6 мм. Здесь тоже оказалось неровно. Снимаем. Клей прилегает отлично. Плитку немного подкорректируем. КОНЕЦ И продолжаем укладку. КОНЕЦ 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 Еще раз проверяем все наши метки. И, вроде все совпало. Продолжаем дальше. Клей на цементно-песчаной основе с использованием высокоэффективных импортных полимерных и гидрофобных добавок. С большим успехом применяется для укладки тяжеловесных плит и керамогранита. Можно использовать полы с подогревом. Продолжение следует... Продолжение следует... Закончили укладку круга и тут же кинули плитку без клея, чтобы проверить все ли совпало. Ведь нам еще надо выйти в другую комнату со стопроцентным совпадением. Продолжаем укладку. Опа, а эта плитка провалилась. Из-за того, что на ней глубокая структура, нам пришлось ее промазывать. Таким образом мы добились идеального совпадения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Попробуем декор положить на СВП. Не получилось. Лучше без него. СВП применим при дальнейшей укладке. Продолжение следует. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Это все из-за пропеллера И нам приходится подклинивать ее, чтобы добиться хорошего результата Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так это у нас все выглядит Теперь наступило время уложить элементы декора Зазор у декора корректируем без крестиков Почти как в Германии Закончили класть декор Удалили все клипсы И переходим к подготовке второго ковра Кладем ковер без клея И режем все подрезки И складываем рядом, чтобы не перепутать, где какой должен быть В предыдущем видео было пару вопросов Не слишком ли маленький слой Гребенкой в 6 мм Обратите внимание на плитку Она с обратной стороны ровная и гладкая Как стекло И чтоб она повторила поверхность пола Нужен минимальный слой Чтоб сработала как вакуумная присоска А большой слой только все испортит Большой слой нужен той плитки Где есть структура с обратной стороны плитки Ну или горбатая Положили подрезки и фриз По заранее отмеченной метке Начнем сборку ковра Смотрите продолжение в следующей части Последняя плиточка и ковер готов Осталось только немного кинуть подрезки Смотрите продолжение в следующей части Последняя плиточка И мы закончили все работы Смотрите продолжение в следующей части А теперь приступим к затирке Но перед этим подготовим полы Пройдем швы пылесосом Уберем пыль на подоконнике Пылесос с этим неплохо справляется После подготовки всех полов Приступаем к их затирке Название и свойства этой затирки Я озвучу в следующем ролике И как всегда Вас ждут небольшие хитрости Кому интересно И кто еще не подписался Подписываемся прямо сейчас И жмем на колокольчик Чтоб не пропустить самое интересное Смотрите продолжение в следующей части Смотрите продолжение в следующей части Закончили затирать первую комнату Переходим в следующую комнату Смотрите продолжение в следующей части Все работы по затирке полов Завершены Спасибо за внимание Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok